Привет, друзья! Мы с вами находимся на канале РБ Хоккей, где говорят о хоккее, только о хоккее, ни о чем, кроме хоккея. Тем более, когда футбол закончен от слова «вообще», ну, до марта. А в хоккее начинается главное новогоднее представление – молодежный чемпионат мира. Скажу сразу, в нынешнюю молодежную сборную России я не верю. Верю в тренерское величие Валерия Брагина, но наш хоккей сейчас находится в такой глубокой месте, что и могущества Брагина недостаточно. В данный момент интересно выглядит нынешнее покоение 17-летних, но оно начнет зажигать на молодежных чемпионатах мира через год-другой. А пока едим то, что есть, и налицо сплошная безнадега и уныние. У сборной России далеко не самый хороший календарь в регулярной части турнира. Не самый плохой, но и не самый лучший. Проблема заключается в том, что сборная России в начале чемпионата и в его конце – это две большие разницы. При любом результате канадской серии, при любом количестве контрольных и товарищеских матчей и, опять-таки, их результатах, в начале каждого молодежного чемпионата мира сборная России представляет из себя некую аморфную субстанцию, которая в крепких руках Брагина начинает походить на команду только ближе к концу регулярной части. К плей-оффу в ней появляются стержни, выковывается характер, поэтому для сборной России лучше всего начинать турнир самых сильных соперников, чтобы сразу напихали по самой небалу и чтобы не осталось никаких иллюзий. А мы начинаем молодежный чемпионат мира с чехами, у которых с молодежным хоккеем еще хуже, чем у нас. Но при этом сборная России эпохи старта чемпионата вполне съедобна даже для них. Дальше, конечно, мы насобираем все синяки и шишки от канадцев и американцев, и вполне возможно дальнейшая судьба россиян будет зависеть от матча с немцами, потому что победитель этого матча пойдет в плей-офф, а проигравший, вполне возможно, пойдет на мороз, то есть дивизионом мира. Что нам ждать от матча с чехами? Мучений, страданий, тоски. А еще вагоны и маленькие тележки не реализованных моментов и много бессмысленной игры в численном большинстве. А вы что хотели? Молодежный хоккей, как и русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Поэтому в основное время будет ничья, а потом мы проиграем, точнее, пустим какую-нибудь бабочку. Фанбет, кстати, не против нашего проигрыша, горит все синим пламенем. Что же касается других матчей и других прогнозов, то подписывайтесь на канал РБ Хоккей. Здесь прогнозов мало не бывает. Субтитры сделал DimaTorzok